добрый вечер дорогие друзья сегодня вам расскажу что для вас приготовлено ближайшие несколько месяцев какие мы будем делать дегустации сравнения я думаю что будет очень интересно у нас будет брук ладе classic ладе вот мне понравилось именно такой сет потому что он с классическими бокалами никаких глинкер нам никаких давайте даже достану покажу потому что я такого бокала секундочку не видел вот вот так вот выглядит вот такой вот бокал интересный он еще не помытый то есть мы продегустируем и с чем-то с кем-то сравним узнаем мне вообще вин винокурня брук ладе очень нравится поэтому я думаю что будет интересно а дальше вам расскажу про винокурню которая меня поразила мне было интересно это динстон и из динстона мы продегустируем с вами динстон 18 лет который признан лучшим виски 2022 года по версии за виски exchange мы продегустируем очень интересные виски виски динстон органик я вам расскажу что это такое почему он называется органик почему это так интересно и почему я за ним очень долго гонялся я вам честно скажу что я купил только одна бутылка у нас существовало я на сегодняшний день уже продегустировал его я хотел бы еще одну если я когда-нибудь увижу динстон органик я обязательно себе куплю вы все узнаете нас будет ждать еще здесь есть динстон динстон virgin ок после того как я продегустировал мы с вами дегустировали есть видео на канале динстон 10 лет именно в бочках из-под бордо красного вина после этого именно динстон 10 лет он меня побудил исследовать линейку динстон мне стало интересно и я купил 18 лет потому что 18 лет за виски exchange признала динстон органик потому что это было очень интересно и вот после того как я продегустировал 18 15 и 10 я еще докупил virgin ок мне захотелось узнать что такое самая простая линейка от динстона насколько это интересно или неинтересно и обязательно я virgin ок сравню с бруклади который тоже у нас получается нас то есть нон эйдж стейтмен неизвестный возраст и мы сравним его еще с авророй и вот будет интересно насколько будет virgin ок победит или нет то что virgin ок у нас стоит 30 евро в руку ладе classic ладе стоит 55 евро и аврора стоит 50 евро сможет ли virgin ок выиграть или нет узнаем в ближайшее время баумор друзья долго гонялся за астон мартином баумор 15 лет edition 2 я вам расскажу все что я про него думаю видео было зайти честно вам скажу видео уже записано я про него думаю очень хорошо я думаю про него отлично не зря я за ним гонялся я за ним гонялся месяца три я вам честно скажу потому что с ним гонялся из-за того что цена была от 70 до 150 евро я пытался найти все-таки ближе к 70 не к 150 но видео вы все узнаете за сколько его купил где его нашел где вас поймал также куплен баумор 12 лет то же самое мне захотелось понять простую линейку потому что ну забегая вперед скажу что 15 лет астон мартин edition 2 у меня именно edition 2 он меня очень поразил также как вы помните меня баумор 18 лет в бочках педро хименоса очень поразил и вот я еще его не дегустировал это вот у меня новая бутылка только недавно пришла вот она запечатана поэтому я еще не знаю я вам не могу я еще не могу забежать вперед и сказать вам понравилось мне или нет потому что я не знаю точно так же как с динстоном это вот только сегодня он мне пришел кстати мне очень нравится упаковка у динстона видите вот она такая более толстая упаковка классная тоже он запечатаны еще неизвестно единственное что тут я прочитал что это amber gold такой вот цвет сейчас секунду так что у меня появилась еще из очень интересного помните когда я вам рассказывал про бочки кто не видел видео я вам советую посмотреть мои обучающие видео потому что это поднимет ваш уровень но я думаю в разы в виски в понимании виски и вот я очень долго гонялся мне было очень интересная бочка финна кто не знает или кто не смотрел видео это херес но который пятипроцентный с содержанием 5 грамм сахара на литр это сухой довольно-таки херес это херес который имеет слой флор это когда бочонок заполняется примерно ну вот так как я видел на картинках это заполняется на четыре пятых и у него остается только сверху дрожжевой слой и это было очень интересно для меня это очень на самом деле если вы попробуете найти виски которые выдерживались в бочках финна но его довольно таки сложно найти и вот я нашел это оба который выйди это конечно лимитированная версия оба на я вам все расскажу забегая вперед я скажу что именно этот виски меня побуждает еще посмотреть в сторону оба на и купить попробовать еще хотя бы один какой-то виски от оба на потому что ну это восхитительно это восхитительно ждите смотрите видео если что они есть в закрытых видео дальше есть у нас бруклади бруклади он вообще славится своим ячменем то есть кроме того что это винокурня которая покупает только ячмень местный она славится тем что она считает что самое главное это ячмень и вообще при производстве виски и вот этот ячмень это один из старых сортов ячменя который не используется он называется beer произносится как вот как медведь получается и он дает очень плохую урожайность но они специально создали его именно это 2009 года если вы зайдете на официальный сайт бруклади вы увидите что к примеру у них есть 2008 сорта урожая и этого ячменя и 2009 в 2009 у них прям показано что осадков было больше что это ячмень другой ну то есть это знаете вот это винтажный такому как как вот можно назвать винтажное вино винтажное шампанское это винтажный виски получается такой потому что именно это именно этот ячмень 2009 года и прям на сайте видно что 2008 он явно отличается по крайней мере было больше дождей все у меня к сожалению нету чтобы сравнить но явно очень интересный тоже виски мне очень понравился тоже уже продегустировал что еще хочу рассказать еще хочу сказать конечно тут уже пол бутылки тут видно уже продегустированной сравнили это арбек пять лет меня долго спрашивали мне на новый год 2022 его подарили чуть-чуть уже продегустировать вам тоже расскажу сравним сравним и с арбеком 10 из вольфберном из лагавулина 8 лет все вы увидите что где на каком месте находится еще у нас очень у меня очень интересный виски это анок к 125 годовщине эпитет это дымный виски который имеет 40 ppm это лимитированная версия всего лишь 3000 бутылок было вы увидите видео я вам расскажу что я про него думаю ему 16 лет и поэтому я вот и в ближайшее время собираюсь сравнить с лагавулином 16 лет и с ревоха каск то есть у меня такое получится что остров айла highland park и анок я долго думал с чем сравнить у меня есть вот green orange 19 лет я очень долго думал с чем же его сравнить и наконец-то увидел джура джура 19 лет друзья нас посетила меня точнее посетила вы увидите видео джура 19 лет называется the pubs виски который выдерживался в бочках педро хименеса я вообще их не очень люблю но у него очень хороший рейтинг на виски бейси и я от него ожидаю чего-то очень интересного потому что ну по крайней мере по описанию он должен быть то есть я его сравню или же с green orange но я хочу с green orange 19 лет я его обязательно сравню и узнаем что насколько это интересно насколько у них хороший получился этот джура друзья очень интересность сегодня вот буквально сегодня получил каул ила каул ила тоже лимитированной версии distillers edition 43 градуса вот такой вот видите необычная упаковка у нас есть 18 лет там такой закат нарисован это каул ила которая выдерживалась в бочках из-под сейчас маскатель это такой вот такое вино она практически такое же как херес по сладости ну блин ой херес близко по сладости к педро хименесу у педро хименеса средний содержание сахара где-то 212 грамм на литр а у маскателя содержание порядка до 169 грамм на литр и вот если вы там откроете википедию его часто говорят что это где-то пересекается с педро хименесом мне стало интересно потому что это у нас получится такого но я ожидаю я ожидаю хорошего отзыва от каул илы на сегодняшний день мне понравилась только однако у его это 12 лет это я считаю что ну как бы она могла быть просто лучше может ему чуть-чуть надо ппм в больше может еще чего-то я восхищаюсь 16-летний каул илой я восхищаюсь 36-летний каул илой вы видели я надеюсь это видео и вот я надеюсь что я буду восхищаться 12-летний каул илой которая дистиллер эдишн сделано ну и напоследок для любителей коньяка так получилось это подарок моему другу у нас будет кто ты у нас если не ошибаюсь это торрес 30 лет 30-летний не коньяка бренди бренди у нас будет вот да торрес 30-летний бренди вот такой вот у нас будет я поеду к другу и он мне сказал что мне разрешит открыть и провести дегустацию более того он мне обещает что он не даст помните у нас было бренди 100 летняя в 19 19 он сказал что мы еще если у него к моему приезду останется еще то бренди мы еще сравним 30-летний торрес с бренди 1909 1919 года друзья вот это все вас ожидают ближайшие несколько месяцев будем сравнивать будем дегустировать будем стараться понять что из этого лучше всего а что просто можно выкинуть и забыть и никогда не покупать оставайтесь с нами спасибо что вы есть спасибо всем кто подписался пускай у вас все будет хорошо и все будет отлично до новых встреч